Ну ладно, сейчас я спою свои воспоминания о Барселоне, мы сделаем перерыв, насладимся им и потом вот продолжим. Значит, это Барселона. 200 выиграл, да? Интересные сведения. А что, больше? Это все померкло. Померкло перед первым ощущением руссотуристу, который впервые в жизни попал в секс-шоп. Это было начало 90-х. Круиз, я был в круизе уже второй раз, поэтому мир я уже видел. А знаменитый наш боксер, боксер-юморист-парадист Коля Лукинский, он был первый раз за рубежом. А так как он человек из Смоленска, а в Смоленске, в Смоленске город-крепость, да, он Наполеона не пустил, и он как-то так вот и держался до 90-х-то в Смоленске. Пока Коля не решил заняться коммерцией, и он купил где-то хорошие туфли, которые оказались, знаете, такие разовые туфли для покойников. Выдевают туда. Из картона они, но красивые. Коля на все деньги, значит, которые ему компонент дал, закупил, и потом весь Смоленск за ним бегал с дрекольным. После этого он понял, что бизнес это не его, и он ушел в артисты. И там, значит, на корабле был еще Игорек Христенко, который вот сейчас в кривом зеркале тоже. И вот такая троица святая. И вот Коля все приставал ко мне. А он боксер же такой, что я продемонстрировал там, как он даже песни написал по этому поводу. И бил я Джигурде по бороде, и бил я Таральде по бороде, в общем, всем по бороде. И вот он в результате стал лучшим бойцом первого канала. Кушанаш Веря еще так запугал, что его вот до сих пор не видно. Кто видел Кушанаш Веря после? Нет? И в Сызрани его нет. И вот, значит, ну, как нормальные люди в круизе. Всю ночь, значит, мы выпивали с делегацией Свердловского автодора. Хорошие были ребята, часть 25. Когда они, да, в гранате вышли на пляж, они увидели немку 82-х лет, по-моему, которая топлес загорала. На Свердловский автодор это произвело такое впечатление. Я был свидетелем. Они встали в круг, подернули семейные трусы. И так, у-ю-ю, стали курить Беломор сразу, пачками. Они ушли, гора осталась в Беломоре, значит, вмятины от пяток, потому что у них энергия пошла вниз. Эта немка, бабушка, лежала там такая, 82-х годов, топлес. Ну, всю ночь мы там бутылочки с винтом, да, все. И Коля, а он каждое утро бегал по кораблю, совершал пробежку, так, бой седет. А человек из породы, я говорю, я всегда вспоминаю анекдот, когда идет товарищеский суд, судит боксера тяжеловеса, говорит, зачем ты ударил женщину? Ну, это же теща. Что, теща не женщина? А, че, я пришел домой с тренировки, сижу, ем суп, ем, 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 она зуза, зуза, я ем, она зуза, и тут она раскрылась. Вот, это на уровне уже рефлекса, да, человек раскрылся, надо бить сразу, да. Вот Коля, он такой. И когда, значит, он все приставал ко мне, ты не первый раз за границей, я говорю, не первый, а Коля, надо сказать, вот, часто пропускал справа, и он вот так смотрит сюда, значит, смотрит тебе в глаза. Вот ты стоишь здесь, а он вот так смотрит. Смотри меня в секс-шоп, вот у него была идея фикс. Я говорю, Коля, ну ты вот из Смоленск, у тебя жена, там, две дочки, замечательная совершенно, ну как вот, ты же можешь не выдержать, ну, человек после железного занавеса и сразу в секс-шоп, ну, страшно ведь, да. Не-не-не, я, там, бам-бам-бам, сразу. Ну, и мы втроем, значит, Игорьев Христенко, Коля Лукинский, я, вот, бульвар Рамбла, кстати, извините, история про бульвар Рамбла, был в круизе человек, который все время подходил и спрашивал, говорит, мы куда приемли? В Пирей, Пирей, Пирей это кто? Греция. Как по-гречески туалет? Туалет. Ого. А дальше куда? Марсель. Марсель это Франция. Как француз туалет? Туалет. Ну, и когда в Барселону плывем, говорит, как по-испански туалет? Туалет. Ого. Ему говорят, Вова, вот, ты будешь спускаться, будет стоять такси, там почему-то будет сидеть испанский водитель, который почему-то по-русски не понимает. Ты не понимаешь по-испански. Ну, вот тебе, значит, 350 в руку, и вот ты доедешь, бульвар Рамбла, скажи ему два слова. Он вытатуировал себе это все. 350 взял в руку. И истории вот нарочно не придумаешь. Я не знаю, как бы я себя повел в этой ситуации. Я думаю об этом. Он сошел по трапу, стояла машина, сидел испанский водитель. Вова наш сел, сказал, бульвар Рамбла. Тот, поехали, и надо было проехать метров 150 просто так, причал, ага, ну, они доехали до статуи Колумба, значит. И шофер на свою беду сказал какую-то фразу по-испански. Шофер понял, что он что-то не то сказал. Он взял бумажку, написал там 400. Вот я не знаю, что я бы сделал. Я бы стал как-то объяснять, что нет, мне сказали, пацаны, там ночью, здесь-то. Вова сделал так. Тут уже водитель понял, что он что-то не то написал, вот как-то. Он зачеркивает, пишет, 350. Вова смотрит. Водитель, понимая, что он на правильном пути, зачеркивает 350, пишет 300. Вот так. Отклепил ему плотные беседы, знаешь. Стал выходить из машины, водитель говорит, мистер, что? Он говорит, окей. Теперь это фирменный знак водителей в Барселоне. Не знаю, не обращали, будете в Барселоне, вот запомните эти жесты. Ну, значит, что? Наверное, согласен. Вот. И мы вышли, значит, с корабля и пошли, тогда прямо к статуе Колумба нас подволокли, и пошли. И так, знаете, как-то не сговариваясь, я такой вот второй раз за границей, все повидавший уже. Смотрю, переулок налево. Э, пошли налево. И так, идем, 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 улочка узкая, эти сопят, значит, два доверчивых человечка. И выходим, смотри, витрина такая, зашторенная. Дверь. И он стоит. Вот такой, вылепленный. Ну, явно не колбасный магазин. Глупо было бы, такие колбасы. И мы так, заходим, полумрак, накурено, пейп-шоп, так, секс-шоп, заходим в секс-шоп, значит, там, они все висят, стоят, лежат, катаются. Стоит продавец такой, хиппи, я сразу говорю, хиппи, наркомат такой. Нормальный человек, раз, может работать в таком месте. И какие-то, значит, негры, которым все равно, гутаперчевые, живые. И пара пенсионеров, я говорю, пришли воскресить сладостное воспринание. И мы три бойца. Ну, мы с интересом все осмотрели, но как-то, знаете, кисловато стало, как морги все, искусственные там. Но, вот потом я был в Барселоне уже несколько лет спустя, я специально совершил маршрут этот, вояж опять зашел туда, это уже убрали. Там стоял стеллаж с видеокассетами. Сейчас все на диск, на флешки перешли, да. Флешка, что ли? Кстати, флешки. Вот. А там были видеокассеты. И там же фотографии на обложках этих видеокассет. Ну, просто закачаешься. Что же, ну, да, да, ну, все, правда. И здесь, никого фунта монтажа. А из Смоленска понял, ну, с начала девятых. Ну, мы же не видели такого. Он видел все, с ним истерика. Еле убили. Только он же хотел мочить продавца. И я просто вот следую традициям, которые заложил у нас Юлия Чветворк, песня «Репортаж». Ни слова лжи. Сегодня внутренне и внешне хорошо. Сегодня все пьяны и даже без вина. Сегодня колька собирается в секшот. Сегодня радостное лице у другана. Глядит на стрелки часовые. Ну же, ну же, наводит стрелки на бельве этих штанов. И даже в этом гражданин, а также муж. И все такие же у кольки в друганах. И мы идем, гуляем молча, не спеша. Напряженный, но виду мы не подаем. А птичка в клетке где-то там стучит душа. А ну не стюжим и державу подведем. А вот и шок, точнее, трудно рассчитать. Заходим цепью, как в горах, когда буржит. Рука в кармане отхватила рукоять. Чего-чего? Ну, в общем-то, что-то там лежит. А он стоит, примерно будет нам по грудь. А отполированный, ну что-то, как живой. И колька шепчет, еле слышно, не забудет. А сам с лица сменился парень, сам не свой. Я гадом буду, не забуду, слышно я. Мы подтянулись и вошли, как на барат. И колька шел, как представитель всех смолян. А там заразы хоть и лежа стоят. И вот такие, и такие, и еще. Вот длинноствольный будто палку проглотил. А вот и лысый, ну не дать мне взять хрущев. А вот чернявый будто в той его коптил. А вот устройство для желания и сунье. А вот и гайка, чтоб законтрить изнутри. И только слышит колькин шепот, братцы нет. Ну так же в жизни не бывает, посмотри. Мы посмотрели, обалдели, ой, где хрен. Стоим и думаем, чего-то здесь не то. Сидит девчоночка с грудями до колен. Ну, правда, девка не живая, на фото. А рядом негра будто девушка с веслом. Но там весло, а здесь как есть на трех ногах. А рядом терку так, ребята, разнесло. Что можно целый взвод упрятать в сапогах. Колян присел, видать, ногами ослабел. И вдруг кричит, и мы к нему ныряем вниз. А там написано, красотка, а на белом. Мы как глянули, ищи оторвались. Вот так, чувиха, да. Ну, помада, кудри, алчный рот. Шестой размер, да. А там вот глянули, ребята, ей же ей. Крупнокалиберный немецкий пулемет. Колян кричит, ядрена, ваш фото-монтаж. Сейчас дергану разок, и будет все путем. Тут продавцы на нас пошли на абордаш. А на спинах свинел мачты все втроем. Они не знали, что товарищ наш боксер. Они раскрылись, будто трюмы корабля. Он бил за родину, за братьев и сестер. Бил за березки и раданные до поля. Бил от души, в которой сохнет маята. Бил за великою из всех великих стран. Он на ночь высосал бутылку без винта. Скребел зубами и кричал, но по сарам.